Верховный суд во второй раз перенес заседание надзорной коллегии по делу осужденного политика Владимира Козлова. Первый раз слушание перенесли в связи с загруженностью судей, а сегодня заявили, что забыли истребовать материалы уголовного дела. Дело будет исчезнуть, и участникам процесса об этом будет изящено. Хорошо, минута, не уходи. Я больше не умею замки. Вот так вот разговаривает власть. На суд оппозиционного политика прибыли депутаты польского парламента, Еврокомиссии, посольства США. Они восприняли перенос как нежелание власти видеть на суде иностранных наблюдателей. Я так понимаю, власти Казахстана не хотят, чтобы принимали участие обсерваторы за границей. Отечественные правозащитники, в свою очередь, комментируют данное дело как однозначно политический процесс и требуют освобождения экс-лидера Алги. Осуждение Владимира Козлова за политическую деятельность, за общественную деятельность, за правозащитную деятельность, привлечение его по статье «Разжигание социальной розни» – это прецедент, который грозит многим казахстанцам сегодня. Всем, кто занимается социальными, экономическими проблемами граждан. Супруге осужденного Алиету Резбековой так и не удалось сегодня увидеть мужа. Она считает, что окончательное политическое решение по Владимиру Козлову еще не принято. Это называется политическая игра, это называется провокация. То есть, ясно, что нет решения как такового. Поэтому они пытаются что-то как-то играть, пытаются лавировать, но это выходит у них не очень хорошо, потому что уж если бы они решили истребовать материал уголовного дела, как они сейчас нам объявили адвокату, то они могли бы заранее уведомить за несколько дней, в том числе и адвокатам, что суд переносится. 8 октября 2012 года Владимира Козлова приговорили к 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Одного из лидеров оппозиции обвинили в организации массовых беспорядков в городе Жанаузен на западе страны в декабре 2011 года, в результате которых полиция расстреляла 17 человек. Дата заседания надзорной коллегии по делу осужденного Владимира Козлова пока неизвестна.